Следующее очень интересное получил письмо и две фотографии. Может их больше было? Так, попробуем. Напоминаю, у нас два часа, полтора часа говорю, потом отвечаю на вопросы полчаса. И вон себе два часа останавливаюсь, так надо. По просьбе, как его назовем, технический директор нашего проекта. Звучит. Вот. Придут годы. И первые фамилии будут, сами знаете, чьи. Уже и в книгах, и везде. И с благодарностью будут нас вспоминать. И Железова, и Сафронова, и второго Железова брата. Вот. И Павла Троценко, который книги напечатал. Еще десятков людей. Все, кто нам помогал. Вот. И кто прислал последние тысячи рублей. Я всех тратил на это. На монтаж фильма. Все, деньги до копеечки. Ну, мы не все увидели. Сейчас еще несколько выйдет. Сегодня, завтра. Так, идем дальше. Это я как бы отчитался. Вот. Не пропил, не про это. И так. 31 мая была снята фотография с экрана. Потому что человек прислал и спросил меня. Вот. Наши люди, это удивительные люди. Они видят то, чего не видит никто. Кстати, какое чудо. Вот на этом дереве. Вот оно, видите. Дальше идут кадры, кадры, кадры. Бах. Фотография чего? Зацвели. Но зацвели неправильно. Они должны были или сразу зацвести, или на следующий год зацвести, а они зацвели. Ну, наверное, в конце, наверное, в конце мая. Потому что фотография идет 31 мая. Так. И человек спрашивает, как это может быть? Ну, извините, если ответ не понравится. Я в таких случаях бывает довольно строг, как учитель. И так. Я вижу первое. Я вижу две важнейшие причины, почему это случилось. Первое. Мне показалось, что вот это вот огрызки. Здесь когда-то были растения. Они были грубо обрезаны. Так. Может быть, замазаны. Вот. И, возможно, не весной, а может быть, и позже. Вот. Или даже если весной. А второе. Это для молодого дерева сама побелка, в скобках покраска, по моим меркам является смертельная. А та, Светлана, да, по-моему, еще раз. Не получается у меня так сжато пункт 1-й, пункт 50-й. Вот. Но и это тоже вы должны, можете даже сейчас от меня узнать, что побелка, лады, деревья опасная. Часто смертельная. Потому что это... Особенно осенью. Ни один человек, который учит этому, не знает, что зимой белый свет, солнечные лучи, которые и так холодные-холодные. На улице мороз. И дерево бы чуть-чуть согреться. Чуть-чуть. А побелка не дает. Школьный курс. Белый свет отбивает солнечные лучи. И дерево или замерзает, или просто мерзнет, дохнет, допустим сразу. Что делать в таких случаях дерево? Вдруг какой-то момент, предчувствуя гибель, вот, предчувствуя гибель, оно внезапно меняет программу. И не имея шансов, что... Потому что... Обратите внимание, не зря же у меня дата сделана с фотоаппарата. Это мой фотоаппарат. 31 мая. Они, конечно, зацветут. Маленький шанс, что завяжутся. Скорее всего, нет. К осени они не успеют вызвать. И зимой замерзнут. То есть, этих плодов не будет. Это отчаянный поступок дерева. Уважаемый друг, не обижайтесь. Вы прислали, вы спросили... Вы даже не просили совета. Вы поделились удивительной загадкой. Почему? Уже поздно, 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 вдруг цветы, да еще там, где не положено быть. Я ответил. Вот ответ. Дерево собралось убирать и пытается продлить свой... Не свой век, а дать семена. Я надеюсь, правильно ответил. Вот. Это обрезка, которая не к месту. Это покраска. Думайте, я не сказал побелка. Я знаю, что такое побелка. Это вы эти покупали в магазине. Вот. Вот такие дела. Вы поняли. Я эту загадку решаю. Такие загадки. Субтитры подогнал «Симон»